всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания всем кто меня сегодня смотрит ну что ребят вы грозу видите по всем метеопрогнозам сейчас у нас льет дождь гром и молния точки конечно есть упала три капельки водички температура немного снизилась но никакой грозы как я вижу не ожидается я по убирала подушки по убирала все салфетки со стола и вуаля еще один пример как ожидания реальность по за металла листики которые у меня попадались цветов потому что ветерочек все-таки с утра был но 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 да и тучи высоко и не такие уже не грозные как нам обещали конечно дождик а ждали очень давно поскольку засуха у нас конкретная ну что смотрите какая у меня розочка начинает цвести пахнет супер классно первый цветочек был видите такой как на фотке только цвет другой вот эти которые раскрываются самая обычная роза похоже действительно вот это основной цветок которому была привита роза и похоже она не совсем привелась но ничего желтенькая пусть будет желтенькая желтой розы у меня нет перчик нужно будет сегодня пересадить я думала дождь и как-то все цветы он по выставляла видите думаю пусть водичкой с неба польет ну 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 похоже придется поливать ой сколько было надежды что хоть сегодня у нас похолодает но к сожалению ничего не похолодало и обещанного дождика только как говорится в прогнозах остался я вот снова к вам с вопросом вот откуда вы берете такую информацию иногда почитаю комменты и вот диву даюсь как же мы в этой ужасной франции живем это первое второе что мы даже не подозреваем то что у нас происходит сейчас то ли мода какая-то появилась потому что под очень многими видео от разных комментаторов идут вот такие прям знаете лозунги что как вы можете ехать особенно с детьми во францию как вы можете жить там в этой франции или вы там в этой европе поскольку там мальчиков переодевают в девочек девочек переодевают в мальчиках в школах детям чуть ли не внушают что две мамы это хорошо два папы это хорошо а нормальная традиционная семья это ну чуть ли не нонсенс какой-то ребят нет этого так вот и хочется сказать слушайте да мы это уже перебор слушайте у меня старший сын учился от начала до конца во франции дочка учится две внучки племянницы дети друзей знакомых соседей никогда никто никого не переодевал никогда я даже не слышала вот так вот как говорится в семейных кругах вот когда ты общаешься чтобы кто-то из родителей пришел и сказал что вот вы знаете у нас там вот такое такое было дети там задавали вопросы к чему вот это вот все к чему вот такая вот билиберда ну сейчас конечно же напишите что ой да ты там в глуши живешь ты ничего не знаешь ты ничего не понимаешь девочки кто живет не в глуши у вас такое есть найдите пять минут напишите в комментах может быть действительно мы чего-то не знаем чего-то у нас не происходит а во всей франции вот такое вот творится вот она моя первая красавица до тикунетка француженка сегодня один из тех редких моментов когда нашу тикушу можно застать дома тикунечка тикунетка тики вы чему еще не глазик там и после завтрака такие спокойные и на удивление дома до на удивление дома шерсть потеряли мы от жары на потеряли шерсть от жары но ничего на зиму снова будем пушистые красивые аську так не очень не погладишь на тик у меня тоже он хвостик мотыляет думаю хорошую вот такой сегодня у нас красивый и ужасно аппетитный семейный завтрак вот это моя часть это мои самые любимые персики инжирные персики их постоянно покупаю и не знаю как у вас но у меня иногда если я куплю нектарины или обычные персики неважно желтые белые то приходится ждать пару дней чтобы они дозрели что не как бы такие деревянные а инжирный персик как бы я их не купила мягкие твердые всегда сладкие и сочные ну а это тарелочка для моих любимых вот эта булочка для милен очковой девочки она даже еще тепленькая обычная булочка на воздушная просто сверху вот такой вот сахарок потом вот это для нашего папы пену шокуля с миндалем сверху он видите там такие шоколадные палочки внутри и бабушки и сыночку вот такой вот пену резен улиточки крем внутри изюм ну ладно короче понесла я буду все сейчас сервировать готовить кому чай кому сок и иначе слюнки текут но 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 диета есть диета режим есть режим снова полнеть абсолютно мне не хочется и поэтому моя вот такая вот часть будет только в выходной день расслабляясь только один раз в неделю сейчас так всем желаю конечно же хорошего начала дня хорошего настроения мирного неба и всего самого-самого доброго спрашивали понравился ли мне новый крем для тела новый крем для рук ну крем для тела девочки обычный крем приятно пахнет но вот этот вот крем для рук я специально показываю близко и не буду вертеть как я это люблю делать крем великолепный просто настолько мягко ухаживает и кожа такая гладенькая гладенькая смотрите прелесть просто я очень довольна так что если есть возможность смело можете покупать ну вот о чем я и говорила тучки развеялись сейчас час дня и жара плюс 35 как говорится хорошего понемножку ладно пойду я за бельем я на ночь стирку ставила сейчас повешу пусть сохнет сегодня все как-то у меня вообще не по плану ходила только что забирать милин забирать сегодня нужно на два часа позже я с утра не уточнила ничего прогулялась и не в дело в том что сегодня спектакль будет вечером и репетиции все такое но я буду как-то такой спектакль и поперлась ну ничего сейчас думаю еще немножко посидим да пойдем на представление но там шерлока хонса играет довольно я так ну что у меня сейчас есть еще полтора часа до начала спектакля проведу его с пользой эти девочки пригодились мои наборы для рукоделия хотя у меня руки не из того места шитью лежа тем не менее до миленка он видите плюхнулась на шезлонг и оторвалась вот эта вот штучка которая держит сейчас нужно будет так это не здесь это не здесь а я как же его развернуть надо якось развернуть а с другой стороны болда болдая так и пришивать а вот здесь нужно будет интересно получится ли на руках так пришить чтобы не оторвалась потом ничего сейчас постараюсь знаете девочки с таким уважением отношусь к тем у кого хорошо получается шитьем у меня не в школе когда были у нас вот эти уроки труда где мы там шили вязали вязать без проблем вышивать тоже любила меня даже где-то пяльца еще остались в школе со школьных лет но шитью это однозначно не мою ай уже еще плотная ткань такая не шьется нитки тонкие здесь такие плотные наверное на два раза нужно будет пройтись но посмотрю сейчас не знаю получится или нет завтра пойти в бассейн что маме самочувствие погода она такая то дожди кто не дождик короче непонятно видать атмосферное давление скачет и у мамы давление станем самой голова болит так что не знаю что будет завтра сейчас планировать вообще ничего нельзя но решила думаю лучше сделаю если будет нормально так с подругой пойдем с мелешкой в бассейн сходим опять же на сто процентов не уверена сегодня перезвонила так и сказала говорю если все будет нормально то пойдем подтверждать буду завтра утром что иногда бывает знаете вот спать ложимся все хорошо поужинали все прекрасно и ночью начинается у нас возраст здоровья уже не то ай ай господи боже мой я был и матч вышел я тут шею просто кошмар какой-то но в принципе это не вечерняя платье от кутер лишь быть и держалась смотрела были в видал у нас недавно продавались такие портативные машинки на батарейках думаю то ли взять мало ли там шторки подшить или еще там что-то их потом решила не лишняя трата денег шить будешь там раз в год тем более сейчас какие шторки подшивать все уже подшито я продается поэтому не купила квадратиком надо дошью вот так узнаете туда назад туда думаю будет держаться на пьер все время смеется говорит швеят и наша я их шусь нашил так лучше вообще не шить но в принципе сейчас кто шов шил носки никто сейчас уже не штопает это раньше я помню бабуля у нее даже такой как грибочек мухоморчик было для штопки носков а сейчас кто их штопает пошел купил протерлись выкинул что шить это покупать всякие вот такие вещи для людей кто это любит делать тот кто вот так вот как я косо криво лишь бы было да лишь бы живо лишь бы было так как раз успею сейчас дошью теперь приедет и пойдем посмотрим что наша красавица выступать там будет такие впечатления хорошие у меня от этого летнего лагеря просто девочки даже передать не могу такие аниматоры молодежь там у них музыкой и видно что ребята вот что у меня голос садится наверно ну ты тоже климатизации он и она постоянно першит она жарко холодно жарко холодно и дать из-за этого так вот смотришь от люди любят свою работу некоторые там ходят на преподаватели в основном школах у нас было две таких учительницы которые за зарплату короче говоря работает не по призванию что им нравится делают а потому что отпуска много учителей во франции что наши каникулы как пять недель они учатся и две недели каникулы идут и летом два месяца и преподаватели там день-два сходят у меня подруга была переехала то что кактус подарила так вот она преподаватель в младшей школе говорит красота начались каникулы пришли там все разобрали что надо и потом десять дней свободы так вот и есть люди которые из-за большого отпуска и плюс зарплаты у них неплохие там пришли отработали ушли а есть конечно вот это ребята что на практике и подработка летом что такое мечта раздражение похоже какой-то волос сел к шпиццу чешется ой 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 и я очень довольна и питание такое классное мороженое дают фрукты плюс и мясо рыба разнообразное меню они спят там даже меня миленка пару раз попробовала спать но куда нишу же в таком возрасте уже тихий час не делает она у она уже не спит днем уже давно и тут ей что-то захотелось что подружка спит и у нас ней и баловались ну как и подружка же видать такая же возраста одинаковые что уже дома то ничего а там же можно побаловаться таких выставили с тихого часа тогда там так возмущалась мама представляешь я услышала какой-то звук подошла концу к этому как ну и мне сказали ты не спишь детей будешь выходи правильно сказали чушь там же детки спят они там маленькие до 6 лет 5-6 и тут до 12 лет в этом детском лагере так ну что закончила дошила я девочки вещь так вроде бы вроде бы держится ну и слава богу так теперь я спокойно что если завтра пойдем то есть у нас лежачок и шезлонг все обрезать сейчас пойду ножнички вашу возьму обрежу сложу все чтобы было и дождусь пьера наверно что иду водички попью чуть я сегодня с водой поставила две бутылки и одну только полтора литровую выпила что водичка у меня сегодня не идет а водичку пить нужно то всех науськиваю перейти 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 и маме тоже стакан постоянно даю что обезвоживание ажираш такая нужно пить много воды а сама сегодня сама 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 не папе уже мозги не туда в конце дня при такой жаре ой чушь дождик у нас не прошел ладно девчулечки всем желаю хорошего вечера хороших выходных и увидимся